Музыка 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 И первый мой опыт состоялся в Турции В 2011 году я получил капитанскую лицензию Вместо того, чтобы поехать в отпуск, я поехал на обучение И одновременно я выстраивал свою линию жизни так Чтобы мне работа позволяла не быть привязанным к одной точке Я создал сайт, который является главным редактором Который позволяет мне жить и работать в любой точке мира То есть вот эта любовь к морю, любовь к путешествию, которая в детстве зародилась Она стала, по сути, направляющей линией всей жизни Да, да, именно Моя супруга Ирина, на этой же теме мы с ней и познакомились А, то есть у вас тоже была эта страсть к путешествиям? Ну, была страсть к путешествиям, скажем так И была какая-то мечта Ну, мечта о яхте, мечта о море Там, думаю, ну, когда-нибудь Вот, там, перееду жить к морю Там будет домик у моря, к примеру, там, с яхтой Ну, и все так теоретически мечтают Для многих мечтают Это была больше фантазии, но, как говорится, наша фантазия не реализуется Вот, надо мечтать Ну вот, вы встретились, вы обучились Дальше Сначала мне пришлось мониторить рынок этих яхт Это не так дорого, как может показаться На самом деле яхта, которую я сейчас владею Она стоит не дороже новых жигулей Яхту я нашел в Германии Там мы ее купили И постепенно перегоняли ее в теплые края И дальше начинается самое интересное Я читала ваш блог И вы эту яхту перегоняли по европейским речкам и каналам И мне кажется, это прямо путешествие, которое граничит с каким-то даже, может быть, безумием Погнать яхту по каналам Так сложилось просто по погодным условиям Можно было пройти вокруг Европы, минуя Гибралтар, Испанию и Португалию Но была осень, поскольку мне не хотелось рисковать экипажем своим любимым Мы решили этот путь немножко сократить и пойти по Франции И второй момент, это какой-то у меня был пунктик в голове Показать любимый Париж Не просто Париж, а Париж с борта своей яхты Опять-таки, одно дело составить маршрут по дорогам Другое дело составить маршрут по рекам Надо же учесть, наверное, глубину, ширину вот этих проливов Где сойти, в какую сторону повернуть Потому что можно просто сесть на мель и это серьезная проблема будет На самом деле это было мое первое самостоятельное путешествие И замечательная русская поговорка, когда дуракам везет Сработала Сработала, да Французские каналы позволяют обеспечивать Ну, у них в регламенте написано, что они пропускают сюда с осадкой 1,8 метра Когда я взял технические характеристики своей яхты Посмотрел, там было 1,8, я думаю, ну, как раз я прохожу И мы пошли Немножко сдерживало незнание языка, поскольку я неправильно прочитал некоторые моменты Мы натолкнулись на один закрытый канал, нам пришлось опять возвращаться в Париж Обходить другим путем И тут мне Ирина, конечно, помогла, потому что у меня в тот момент опустились вообще руки Когда мы пришли, канал, который ведет на юг среди моря, он закрыт И откроется он только через полгода Я был, честно говоря, так поражен Но Ирины меня нет А вы сразу, да, вот ее подхватили и даже стали вдохновителем в какой-то степени? Ну, у меня вот, я могу сказать так У меня абсолютная вера в мужа То есть, вот, все, за что он берется, получается всегда очень хорошо И даже если он в чем-то сомневается, я знаю, что у него все получится Вот у меня вот настолько вот такая вот уверенность Мы 100% должны это пройти И других вариантов у вас просто не было? Нет То есть, вот, когда Валер такой, а может быть, мы назад вернемся и пойдем по морю? То есть, вот, когда остановились мы перед закрытым каналом? Нет То есть, мы можем пройти? Я точно знала, что мы пройдем Прошли Ну, одно дело верить в мужа, грубо говоря, сидя на кухне Вот я ворю борщи, я верю, что у моего мужа все получится Другое дело верить в мужа, когда вы с ним на одной яхте Когда у вас нет команды И когда вам в том числе придется встать за штурвал И вы встали, я знаю А, это, кстати, гораздо легче, чем сесть за роль машины, на мой взгляд Ага, я вот считала, что вы очень долго-долго боялись И встали за штурвал, когда вот просто так сложилась ситуация, что вы не встать не могли Рано или поздно я бы встала за штурвал, вот Но мне хотелось немножко этот момент оттянуть Согласитесь, всегда приятнее быть пассажиром Да, конечно Вот, потому что я знала, если я встану, значит, этот момент будут в дальнейшем эксплуатировать, наверное Вот Ну, мне очень понравилось, если честно То есть это был достаточно очень широкий канал Был не страшно Я ни во что не врежусь Мне вот показали вот там Траектории, то есть по которой я должна идти Конечно, я потом на след смотрела и сильно виляла Вот Но, тем не менее Это не так страшно оказалось Мне даже понравилось, когда уже хотели у меня штурвал отобрать Не отдал Мне, ну, буквально, да То есть я, наверное, час, я управляла яхтой И было здорово Достаточно двух человек, чтобы управлять яхтой Потому что, ну, есть ситуации, когда нужна помощь в виде грубой мужской силы А у вас в помощниках хрупкая женщина Яхта, она, в принципе, обслуживается даже одним человеком И много примеров, когда люди в одиночку переходили вокруг света Переходят океаны Яхта, она не так сложна в управлении, как это кажется В моем воображении прямо рисуется какая-то такая очень яркая картина Вот вы идете по рекам Меняются пейзажи, меняются города Вы остановились здесь, погостили здесь, погостили Как на самом деле? Вот эта моя картина, она совпадает с реальностью? Она, да, действительно совпадает Это такие неестественные картинки Это та Франция, которую никогда не увидит турист, который просто приезжает в Париж Ну, фантастические картины открываются Канал, он по принципу выстроен на нашей дороге Рядом стоят обычные дома французские, где живут семьи И, как сейчас помню, мы проплывали мимо одного дома Обычный французский дом Семья обедает на первом этаже кухня, столовая Открыты окна, ставни широкие И у них по столовой ходят куры Опять же, хочется сказать, что там именно сеть каналов И в каждый канал это очередной квест какой-то Неизвестно, куда заведет Да, во-первых, языковые барьеры существуют А вы на английском там общались? На английском Ну, английский у меня такой на уровне школы Но он у меня развивается, конечно Потому что пока я не заговорил по-английски Я бы не смог пройти В какой-то момент мне пришлось разговаривать по-английски По яхте, по рации, по телефону И если бы я не заговорил, я просто бы встал Есть некоторые шлюзы, которые не открываются без звонка Мосты разводятся только по звонку Некоторые шлюзы открываются с пульта Буквально ты входишь в канал На входе в канал ящик На нем лежат обыкновенные пульты, как пульты от телевизора Ты его берешь и идешь в канал Подходишь к шлюзам, нажимаешь кнопку, шлюзы открываются Система начинает работать И так там длится на протяжении 100-200 километров Мы на всем пути от Ла-Манша до Марселя Мы прошли 213 шлюзов Это много Это каждый день мы проходили там по 10-15 шлюзов Ну вот я специально выписала из вашего блога цитату Чтобы люди не обольщались насчет того, что путешествие на яхте Это только пастеральные картинки Путешествие на яхте – это не только красивое селфи из неожиданных мест Это еще и ежедневная изматывающая работа А кроме того, прокладка маршрута, поиск стоянок, обеспечение провизии И бесчисленное количество дел, с которыми в обычной жизни просто никогда не сталкиваешься И даже если день проходит гладко, вечером сил хватает лишь на ужин и туалет То есть это такое настоящее испытание получается в то же время Вы знаете, это, наверное, я это писал в начале пути, когда это было тяжело То есть когда ты каждый день шлюзы, проводки эти бесконечные А потом в конце мы просто уже к этому привыкли Втянулись И общую оценку я смог вот этой всему переходу дать только лишь потом Когда мы пришли в спокойную гавань, когда мы встали И я понял, что настоящая жизнь была там, когда мы шли и что-то преодолевали Еще о яхте Вы там жили, вы не просто, как машина, не просто переезжали из пункта А в пункт АБ Вы жили на этой яхте, это еще и ведение хозяйства Вот как быть хозяйкой на яхте? Больше всего мне не нравилось мыть посуду в холодной воде То есть у нас горячей воды на яхте не было, была вода только холодная А все остальное так же, как дома Готовка, там есть плита, плита с духовкой Я помню, даже как-то шарлотку пекла Как здорово Вот То есть можно долгое время прямо жить на этой яхте Она может стать твоим домом Да Что больше всего запомнилось вот в путешествии по Европе на яхте? Париж с берегом Вот знаете, самое интересное, что не Париж Нет, Париж это было все замечательно Вот, мне почему-то запомнился такой небольшой городок Шани А вот он был какой-то провинциально-французский Мы, по-моему, там даже сдержались на пару дней Нам он очень понравился Вот эти вот небольшие мощеные улочки Очень приветливые люди, везде цветочки Мне вот этот город очень-очень запомнился Вообще провинция европейская, она как-то всегда душевнее, чем центральная городка Да, она, наверное, вот именно такая Франция, которая у меня в каких-то представлениях была Вот она вот именно такой оказалась А что нужно учесть тем людям, которые вот решат повторить ваш подвиг И пройти вот именно по европейским рекам, по европейским каналам Я знаю, что у вас в итоге просадка яхты оказалась чуть больше, чем вы думали На самом деле вся информация есть в интернете Стоит, наверное, просто не бояться Просто делать Просто, да, делать Боишься, не делай, делаешь, не бойся Вот, надо оттолкнуться от берега один раз, и оно само пойдет Потом, ну, путешественник всегда свой, есть какой-то ангел-хранитель, он просто помогает Когда читала про ваше путешествие, первый вопрос, который у меня возник Вот мы вышли в море, ну, какое-то время я еще вижу берег А потом, спустя, я не знаю, сколько час, полтора, может быть, три, не знаю Никогда такого не делала Все, нет ничего, и глазу зацепиться не на что И вот сколько-то дней я иду по этому морю, и у меня одинаковый пейзаж Не сводит с ума На самом деле, про открытое море То есть, когда я прокладывал маршрут, у меня было два варианта пути Пройти по берегу из Франции в Черногорию Пройти по берегу, ну, по итальянскому сапогу Не удаляясь от берега То есть, видя, да, берега Либо идти напрямую на Корсику, потом на Сицилию И я для себя решил, что если я не воду в открытое море, а один То я просто не состоюсь как капитан, я так и буду ходить по берегу И я решил идти в море Наверное, на следующее утро, мы когда проснулись, мы увидели, что вокруг нету берега И это было потрясающе Это не передать словами, это какой-то, не знаю, для меня теперь это наркотик на самом деле Вот когда ты... кажется, что весь мир, он твой А вы сразу дам уже подержали Окей, не пойдем по берегу, пойдем в открытое море Нет, ну, у меня был внутренний страх Я тоже, я не знала, как я буду отреагировать Одно дело, вот, как говорят, я боюсь самолета Вот, тем не менее, кто-то летает, понимает, что когда садится в самолет, не так страшно Ну да, как в автобусе по большому счету Вот, примерно то же самое, то есть, у меня было в голове Да, мне пугало немножко это открытое море Я не знала, как я себя буду ощущать Одно дело идти по каналам, другое дело идти по морю То есть, эта качка, как реагирует организм То есть, морская болезнь может случиться Слава богу, мне, бог миловал, ничего такого у меня не было Там не было ощущения, что ты находишься вот просто в море Вот, была интерактивная карта, то есть, по которой мы шли И по этой карте видно, что берег вот с этой стороны То есть, мы, наша яхта находится в этой точке То есть, берег с этой стороны идет И пусть его не видно, но чисто гипотетически он там присутствует Я знаю, что он там есть Это, этот момент вполне устраивал Вот, я больше скажу То есть, мы когда какие-то корабли, яхты встречали Меня это напрягало По мне, лучше идти по морю, и чтобы никого вокруг не было А сколько дней подряд вы провели в открытом море? Самый максимальный переход у нас был 4 ночи 4 ночи 5 дней тоже А вот не наскучивает? Нет Не меняющийся фейзаж? Одно дело по берегу Такое не меняющийся У нас утром приплывали дельфины, у нас вечером приплывали дельфины В какой-то момент, вначале все убегали, мы им радовались, мы на них смотрели Они такие восхитительные животные Вот, а в какой-то момент наступило Дельфины и дельфины Я нахожусь внутрь яхты Вот, Валерия кричит Ира, дельфины! Ну, я их утром уже видела То есть, ну, все, насытилась я уже этим Как-то вот Ночью водоросли светящиеся, это тоже потрясающе Ну, всегда что-то новое случилось Потом, стоит учесть, что мы, когда у нас были открытые переходы, мы не так часто виделись Как это? У вас 9 метров на яхте? При учете того, что да, мы вдвоем на яхте, мы не так часто виделись Во-первых, мы стояли в вахте Ирина так же, как и я стояла в вахте То есть, часов 15-16 мы просто спали То есть, условно, один человек спит, один стоит на вахте А потом был у нас, как правило, всегда это общий обед какой-то, который нас объединял, где мы решали какие-то проблемы А в шторм мы попадали? Да, мы попадали в шторм И он случился внезапно Ну, тут я... Уже почти в конце путешествия Как капитан я, конечно, решил рискнуть Прогноз предвещал там 20-25 узлов Это тот момент, когда яхта ходит и еще ничего страшного нет Но в итоге ветер и волны решили нас испытать так очень серьезно И тут опять же сказалось присутствие Ирины Когда я видел такое ее полное спокойствие Я-то понимал всю глубину проблемы, что может случиться с яхтой Она, видимо, не до конца все это прочувствовала Она просто вас верит Ну да, и это, наверное, помогло Я еще в яхту верила У меня было тоже то, что яхта у нас надежная Причем-то мне это в голове отложилось Что яхта немецкая Немецкая надежная яхта Немецкая не подведет Да, она нас доведет Вот И мы штурмовали 22 часа подряд Это было жестоко Но нас не укачало Ничего, мы как бы прошли это испытание Опять же, я считаю, что если бы я не попал в этот шторм Я бы не понял Не состоялся как капитан Я не понял бы, что это такое А чего вы еще хотели пережить? Вот сколько путешествий на яхте у вас было? И может быть, что-то из того, что вы представляли в голове О чем думали, вы еще не пережили, но планировали Вы знаете, часто так случается, что мы идем к какой-то мечте Мы выстраиваем ее И когда мы к ней приходим, мы разочаровываемся Вот яхта – это та моя мечта, которая меня не разочаровала На которой я просто готов находиться все свое свободное время И мне просто там хорошо Она нас Потом она нас объединяет Мы заметили, что когда мы находимся на яхте У нас никогда, в принципе, не возникает никаких противоречий Мы там не ругаемся Ну там капитаны, помощники капитана На яхте, ну не знаю Там какое-то спокойствие Спокойствие от моря Спокойствие от яхты Это удовольствие от моря Удовольствие от яхты Это та комфортная среда, которую ты выстраиваешь Там нет каких-то лишних людей, которых ты не хочешь видеть Там только те люди, которых ты приглашаешь в гости У нас были в одной Марине, как раз в Марселе Мы встретили русских эмигрантов, которые уже давно живут Они живут в Германии, но яхта у них стоит во Франции Какой-то вечер мы их пригласили в гости Они к нам пришли с бутылкой вина 1995 года Вот, то есть в знак признания То есть они купили Мы ее посидели, вечером распили И у нас, кстати, половина этой бутылки осталась потом И когда начинался шторм Я подумал, да, надо Нептуну, наверное, вылить, чтобы он успокоился Но это не помогло Не то вино было, видимо Какие еще планы путешествий, расскажите Конечно, как у любого владельца яхты У меня есть мечта пройти вокруг света Но я понимаю, что сейчас я к этому не готов Чем больше я в тему вхожу, тем больше я вижу препятствий для этого Так или иначе, большое путешествие – это большой бюджет Это огромное количество проблем, которые надо решить Сейчас яхта у нас стоит в Черногории Мы потихонечку ходим по Средиземному, по Атриотическому морю В планах пройти по Греции, по бесчисленным островам Зайти в Турцию, Италию, Хорватию Там очень много места, то есть планов и громадьё Ну вот, к слову, о кругосветке на вашей маленькой парусной лодочке реальная совершается? Да, вполне реально Для двоих она вполне комфортна То есть у нас есть душ, есть туалет, есть автопилот Единственное, что в этом году я купил солнечные батареи Которые мне позволят, чтобы холодильник у нас всегда работал А не только при включенном двигателе Вполне Ну я вам желаю, чтобы эта ваша мечта о кругосветке, она воплотилась А ещё я очень верю, что это наше с вами интервью Возможно, кого-то вдохновит на то, чтобы реально исполнить свою мечту Какой бы безумной, может быть, она не казалась Да, конечно А теперь традиция нашей программы Опросник Пруста Три вопроса, на которые вам предстоит ответить Не раздумывая Итак, три вопроса, три ответа В какой стране вам хотелось бы жить? Мне кажется, что исходя из всей нашей беседы В Германии В Германии Да Но путешествовать по миру Путешествовать по миру, а жить хотелось бы в Германии А вам? Мне, наверное, бы... Не знаю Мне хотелось бы жить на яхте Вот я, да, хотела продолжить Исходя из нашей сегодняшней беседы, наверное, вам хотелось бы жить на яхте Страна не играет значения. Здорово. Следующий вопрос. Тяни. Ваш любимый писатель. Наверное, Даниэль Дефо. Потому что в детстве зачитывался Армезон Крузо. У вас? Не думал, я твой любимый писатель. Милая, ты тоже мой любимый писатель. Не могу я ответить однозначно на этот вопрос. Вот какая фамилия Всплуа в голове, когда вы услышали сочетание «любимый писатель»? Достоевский почему-то. Но он не мой любимый писатель. Может, вашему подсознанию виднее. Может быть, вам стоит его перечитать. И последний вопрос. Кто тянет? Чья рука легче? Ну, опять, где хотелось бы жить. О, давайте. Прииграем. Представ перед Богом, что вы ему скажете. Мне кажется, один из самых интересных вопросов в этой вазе. Я бы сказал, извини. Извините. Так вот оно. А я бы не стала извиняться. А что? Ну, поздоровалась бы. Здорово. Спасибо за эту чудесную беседу. Это был Валерий Писанов и Ирина Капустина. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин